Внимание! На данном канале выходят стримы и прохождение различных новинок игровой индустрии. Всё в максимальном качестве и самое главное, без комментариев. Если вам нравится залипать на геймплейные кадры и при этом смотреть прохождение игр, то просто подписываемся на канал авторов по сказке в углу экрана. Всем привет, с вами Дима Ван Пойнт и это Forza Horizon 4. Да, у нас тут новые игры фестиваля, у нас летний сезон и первая новая машина для Forza Horizon 4. За вот этот сезонный чемпионат, который называется Лесные монстры, можно забрать Peugeot 207 Super 2000. Хоть я и сказал в новостном видео, что пыжиков достаточно много, но всё же нет. Их не так много, как каких-нибудь других автомобилей, которые у нас тут есть, естественно, больше. Пыжики у нас тут в основном все ролины и все, которые имеют такую неплохую родословную. Я знаю, что любители этой марки хотят увидеть Peugeot 406, который у нас засветился в фильмах такси. Но, тем не менее, что-то как-то этот автомобиль особо не добавляет и особо его нигде нету. Поэтому Peugeot 207 Super 2000. 2007 года это автомобиль, как вы понимаете, это максимально у нас раллийный вариант. Выдаёт, насколько я помню, 280 лошадей. И именно вот этот вариант машины был только в Forza Motorsport 2 и в Forza Motorsport 3. Да, обычный Peugeot 207 был у нас и в Forza Motorsport 2 и в Forza Motorsport 3 и в Forza Motorsport 4. Но именно вот такой вот раллийный вариант был вот только всего лишь в двух частях Forza до этого. Поэтому, блин, прикольно, что они добавили эту машину. Ладно, меньше слов, больше дела, как говорится. Что у нас тут имеется? Естественно, полный привод. Не забываем, что это раллийная машина. И не забываем, кстати, что эту машину не просто так добавили. Достаточно много титулов эта тачка выиграла. Итак, категория А, индекс производительности 774, разгон 8,8, управляемость 7,8, ускорение 7,4, скорость 6,1. То есть у нас уже очень неплохие характеристики. Ладно, давайте возьмём этот автомобиль и, конечно же, посмотрим на него со всех сторон. Также стоит отметить, что в этой тачке нет никаких турбонаддувов, потому что это ограничение той лиги, в которой выступала эта машина. Но, тем не менее, как я уже сказал, тачка-то у нас всё равно максимально раллийная, поэтому у нас здесь и каркас безопасности. И у нас офигенные ковши от Спарка. Блин, очень круто смотрится. Давайте откроем, что у нас тут открывается. Открывается, я вижу, что у нас только двери. Если подойти вот тут к багажнику, нет, багажник, к сожалению, не открывается. Но зато внутри мы можем увидеть, что у нас там находится запаска. Ну и машина по раллийному, конечно же, это всё-таки корч. Она максимально облегчена, нигде у нас ни обшивок нет, ничего. Вы только посмотрите на этот руль. Он тоже Спарка. Я так понимаю, что Спарка здесь являлись, наверное, теми ребятами, которые немножечко помогли со спонсорством этой машины. Но, тем не менее, блин, у неё офигительная раллийная раскраска. Мне очень нравятся вот эти диски. Вы только посмотрите на эти охеренные тормоза. Вау! О, круто! Очень круто! Прям внушает доверие. Но машина вся, естественно, в спонсорских наклейках. Всё, всё как надо. Всё как надо. Всё параллельному. Ладно, давайте уже сядем внутрь за бараночку. Дверные карты у нас, кстати, походу карбоновые. Серьёзно? Они реально, походу, карбоновые? Офигеть! Ну, понятное дело, что это у нас всё делается для веса. Но и тут, смотрите, офигеть! Всё в карбоне. И от торпеды вообще практически ничего не осталось. Прямо её вырезали максимально. Ну да, такой автомобиль просто у нас для того, чтобы нарезать офигительные круги и красиво ехать по всяким внедорожным этапам. И дорожным тоже. Потому что по дороге написано, что эта машина тоже очень неплохо ехала. И некоторые этапы дорожные тоже выигрывала. Ладно, давайте заведём двигатель. Послушаем, на что он способен. Без турбинки-то! Я уверен, что звук такой не для всех. Нету такого бурканья, как у всяких V8 и прочих. Но как прикольно она отстреливает. Блин, отстреливает просто офигительно. Ну что же, как всегда, сейчас немножечко в стоке протестируем этот автомобиль. А потом забежим в тюнинг и посмотрим, что с ним можно сделать. Но, чёрт возьми, мне почему-то она нравится. Вот этот вот агрессивный дизайн 207-го, вот в таком вот широком кузове, ему это идёт. И мне кажется, эту машину в 2007 году нужно было выпускать вот именно в таком раллином широком обвесе. Тогда бы она смотрелась намного симпатичнее. Но опять же... Ох ты ж, блин, слушайте, а как она стартанула хорошо. Я прям даже этого не заметил. Старт у неё просто идеален. И она чувствуется не самая шустрая. Шустрая, но при этом у неё офигительный держак, по крайней мере, на асфальте. Её никуда не несёт. И вот даже сейчас я просто в полу отормаживался. И всё всё равно было идеально. Её никуда не понесло. Вот это я понимаю, раллиная тачка. Но, знаете, у неё на самом деле вот проблема, наверное, скорее всего, будет с этим. Что вот изначально в стоке, на вот этом стоковом движке, она хорошо управляется и хорошо, в принципе, едет. Вот, я чувствую, если начнутся какие-то свапы и переделка этого автомобиля, если, ну, заходить в тюнинг, то, скорее всего, она будет мощна, она будет быстрее по своей максимальной скорости. Но при этом её вот эта шикарная управляемость, скорее всего, с ней станет плохо. Всё это дело. Да. Ну, в общем, в любом случае, мы дальше это всё посмотрим. Но сейчас пока что вот как едет эта машина в стоке, мне просто нереально нравится. У неё такой снос присутствует, если, конечно же, на ручничок нажать, без этого вообще никуда. Ну, понятное дело, что если мы нажимаем на ручник, да, то у нас занос происходит. Вот давайте вот даже сейчас вот. Но, тем не менее, раллиная машина. Раллиная машина, и у неё нету такого, знаете, максимально сумасшедшего крутящего момента. То есть, когда ты прям там разворачиваешься вот так вот, да. И вот здесь у нас крутящий момент, эту машину выводит прям из этого заноса, да. У многих раллиных автомобилей в этой игре такое есть. Здесь у нас нету. То есть, такая машинка, ну, всё-таки там 200 с чем-то лошадей, там, по-моему, по 300. Ну, как бы, понятное дело, что она не такая мощная. Чё тут мощности от неё хотеть? Причём ещё, я напоминаю, что у нас класс А. Но, чёрт возьми, едет она хорошо, управляется она прям классно. Но максималочки ей не хватает. Давайте попробуем типа с лаунча стартануть. И поехали. Видите, она очень мягко стартует. Очень круто. И даже я чувствую, если мы сейчас попробуем с максимальных оборотов стартануть, то она тоже сильно не сбуксуется. И отпускаем. Видите, тоже офигенно стартует. Блин, мне нравится. Мне это очень нравится. Это круто. Вот то, что такой у нас старт происходит, она прям выстреливает. Это классно. Но опять же, это типа раллильная машина. Она это, естественно, должна уметь. И с ней никаких таких проблем не должно быть. Но поскольку это всё-таки у нас раллильная машина, как я это уже 10 миллиардов раз за эту серию сказал, нам нужно ездить на ней ещё и по бездорожью. Поэтому прямо сейчас вот так вот вываливаемся сюда и посмотрим, как отрабатывает подвеска. Пока что вроде всё неплохо. Но нам самое главное, чтобы эта машина не заставляла нас улетать куда-то там с переворотами и с сальтухами. Куда-то не туда, куда нам не нужно. И, кстати, подвеска, видимо, у неё в стоке уже достаточно хорошо настроена, потому что отрабатывает. Она мне нравится, по крайней мере, как она отрабатывает. Очень хорошо. Давайте прямо вот сюда зайдём. Ну, чёрт возьми, держак у неё это просто офигенный. Поворота проходит нереально круто. Это просто нереально круто. Так, ну здесь мы сбиваем забор, вылетаем опять на бездорожье. Давайте смотрим, как она в этом поле себя покажет. Да, блин, да очень классно отрабатывает подвеска. Чёрт возьми, мне нравится этот пыш. Мне нравится, как она едет. И особенно мне нравится, как она отрабатывает все вот эти вот приземления. Её никуда не несёт. Она никуда... Она не пытается тебя убить в стену. Просто некоторые ролиные автомобили здесь настроены так, что после приземления какого-нибудь... С какого-нибудь трамплина их резко заносит, и тебе приходится их отлавливать. Но здесь машина себя показывает просто идеально. В общем, пока что минус, который я нашёл в этой тачке в стоке, по крайней мере, это вот её максимальная скорость. Она реально маленькая. Ладно, надеемся, что это можно всё исправить тюнингом, поэтому именно сейчас туда и пойдём. Модификация и тюнинг. Мастерская. И смотрим. Опа! У нас тут вообще ничего нету. Её просто нельзя никак нормально прокачать. Вот это, конечно, интересно. Ладно, давайте преобразование. Сходим в замену двигателей. Здесь у нас только на турборали. На i4. Это хорошо, потому что как раз это от двигателя, о чём я говорил, что здесь есть большой крутящий момент, из-за чего можно выходить прям боком, даже на полном приводе во всех поворотах, и при этом чувствовать себя вообще хорошо, потому что там по скорости тоже неплохо, но опять же у него, у этого двигателя нет максималки. Ладно, хорошо. Мы можем зачем-то на задний привод свапнуть её. Я не понимаю, зачем. Вот как раз можем добавить турбину. И, кстати, машина сразу же прыгает у нас в категории S1 и на производительность 725. Круто! У неё и ускорение прибавляется, и разгон. Но, к сожалению, максималка как остаётся 6.1, так и остаётся. Это печально. Так, ладно, шины и диски. И здесь у нас можно много всего сделать. Нет, нет. Состав шин для гонок по бездорожью всего лишь. Можем сделать колёса пошире, но тогда у нас машина вообще не будет, я так чувствую, поворачивать. Ну, тут всё остальное, всё адекватно, всё правильно. Вот мы можем проставочки сделать, чтобы сделать более широкую колею автомобиля по двигателю. Здесь вот настолько вот вообще просто ничего. Но и, в принципе, даже если сделать свап двигателя, то тоже у нас особо какой-то большой настройки этого двигателя тоже нет. Поэтому мне интересно, мне очень интересно, что там успели уже наделать люди, которые уже успели поездить на этой машине. Итак, Монстро! Тут у нас С2-913. Ускорение десятка, разгон десятка. Ну, понятное дело, что как бы это легко для этого автомобиля. Так, С1-900. С1-Dirt Beast. Кстати, насчёт каких-нибудь узких трасс, там с кучей поворотов, мне кажется, эта машина там себя должна хорошо показывать. А-800 у нас есть. Мех-дрифтинг. 200 миль в час. 325 А1. Так, С1-Rank Beast. С1-Full Grip. Так, С1-Dirt. Ну, короче, я так понимаю, в С1 хорошо она себя очень показывает. 800 вау. 33 С-киллер. Препа супер. Ралли монстр. Эксперт монстр. А, ралли. Ну, короче, тут, видимо, машина хорошо себя показывает либо в категории А, либо в категории С1. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас по С1. Вот мне тут более-менее нравится вот этот настройчик, который называется 1.05 Woodland. Ну, давайте попробуем ее и поставить. Хоть здесь у нас всего лишь одна звезда пока что стоит, но я доверяю этому человеку, у него все-таки ранг 20. Кстати, забавно, но в рекомендованных дизайнах в основном одни раллийные дизайны. И это, ну, круто, потому что раллийная тачка, поэтому много всяких раллийных дизайнов у нее есть. Но, тем не менее, если вы любите аниметян, то здесь рекомендуемых уже они есть. Уже их тут, по крайней мере, вот два есть. Ката Мигуми и вот аниме с такими вот названиями. Но, тем не менее, я хочу немножечко поменять. Я хочу поставить вот эту вот раскраску от Clareon, потому что я помню в такой раскраске этот пыш, поэтому и хочу на нем именно и прокатиться в таком обличии. Не, ну вы посмотрите теперь, какая красотка. Мне нравится, мне нравится этот пыш, мне нравится его вот эта серебристая раскраска. Мне вот почему-то именно в такой он запомнился. Когда вот в далекие времена, вот там в 2000-х годах я ралли смотрел, вот этот пыш прям вот мне засел, засел в голове. Итак, параметры сложности. Как всегда, уровень драватара непобедимый, переключение передач у нас стоит автоматическое, потому что я напоминаю, многие ездят именно с автоматической группой передач, поэтому, опять же, для тех, для всех я это и делаю. Я понимаю, что есть люди, которые ездят наручной, или даже наручной с механикой, но, тем не менее, чтобы у нас была вот так вот максимальная проверка этой настройки. Ну что же, полетели. Посмотрим, как у нас получится здесь проехать. Я, насколько понял, настройка, вот эта, которую я поставил, она сделана была именно вот под этот заезд. Это у нас спринт, не кольцо, поэтому прав на ошибку у меня здесь нету никаких. Поэтому стараемся ехать максимально аккуратно. И, на удивление, как я говорил, подвеска очень хорошо отрабатывает, и вот про что я уже тоже, опять же, до этого говорил. У нас трамплинчики. Трамплинчики отрабатываются вообще хорошо. Как я говорил, некоторые ролильные машины очень сильно кидают после всех этих трамплинов. Здесь же у нас все вообще замечательно. И посмотрите на то, какая она держаковая. Ее реально очень мало несет. Причем ее очень мало несет даже по бездорожью. И мы просто пролетаем над РС-200. Так, шикарно. Нужно начинать всех догонять. И вот посмотрите, как едет офигенно этот мини-купер из Лего. Да, это, кстати, одна из зимбовых машин здесь. Порти Хорезин-4. Немножечко мы ударились об наших соперничков. И сейчас у нас еще один трамплин. Посмотрим, как мы приземлимся в воду. Да, обычно машины здесь кидрают. Но сейчас у нас все хорошо. Хотя вот в воде немножко меня повело. Но это все-таки аквапланирование, поэтому без этого абсолютно никуда. Ой-ой-ой, нужно же тут по краю проезжать. И я ему просто уступил место. И здесь я вылетел. Все-таки с водой шутки плохи. Да, 74% прогресс. Мне нужно начинать их обгонять. Давай, давай, покажи. Покажи себя. Покажи себя, Пыш. Но, к сожалению, да. С водой все очень плохо. Там нужно было максимально аккуратно проезжать. Я что-то привык на машинах с высоким клиренсом здесь ездить. И они воду преодолевают очень хорошо. А Пыш нет. Не смог преодолеть воду. И за счет этого он очень сильно замедлился. И что же? Мы, получается, проезжаем все-таки на третье место. Черт возьми. Третье место, друзья. Третье место. Причем, эта настройка делалась именно под, видимо, вот это соревнование. Хрен знает. Короче, что-то я проехал. Прям, мне кажется, ужасно. Давайте я сейчас без комментариев попробую проехать еще разок. И посмотреть более детально, как эта машина с этой настройкой здесь едет. Потому что, в принципе, настройка чувствуется неплохая. Погнали. Продолжение следует. Не, в любом случае приезжаем на третье место. Я сейчас старался ехать максимально средоточенно. Но именно вот то место с водой добивает эту машину. Да, наверное, это из-за настройки. Наверное, из-за того, что клиренс все-таки достаточно низко посажен у данной модели. Впереди, как вы видели, приехали две RS200. И у RS200 клиренс все-таки повыше. А RS200, между прочим, у нас в категории S1 для бездорожья. Это один из лучших автомобилей. Поэтому, что сказать, к сожалению, это не имбовая тачка для каких-то районных соревнований. Но, тем не менее, мне кажется, что по асфальту едет она очень даже неплохо. И вот на этой настройке, в принципе, мне кажется, можно приезжать на какие-то призовые места. Но, друзья, это всего лишь одна из многих настроек. Понятное дело, что, может быть, даже здесь в списке рекомендуемых можно найти то, что хорошо настроено и машина хорошо поедет. Ну, либо если вы сами умеете настраивать отлично тачки для грязи, то, как говорится, велкам. Потому что в этой машине потенциал чувствуется. Как вы видели, едет она хорошо. Но вот RS200, походу, вообще эту машину ненавидит. Вот, к сожалению, как-то так. Видимо, за счет своего достаточно низкого клиренса... Да вы издеваетесь. О, боже мой. Для аватары, что с вами происходит? В общем, за счет своего низкого клиренса воду она не любит совершенно. Вы сами видели, как меня очень жестко обогнали в воде. В общем, как-то так. Это новая машина для игры. Новый раллиный пыш. Обязательно забирайте. Просто даже для коллекции. Потому что нужно всего лишь один чемпионат выполнить. Ну, а с вами был Дима Ван Пойнт. Не забывайте подписываться на канал. Нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И, конечно же, ставить большой палец вверх. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»